Всем привет! С вами Люда Блаж Суприм. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами будем разговаривать на очень интересную тему, которая, как оказывается, волнует очень многих в отношениях. Это разница в возрасте. Мы, собственно, узнаем, у кого какая разница в возрасте, кто у нас самый маленький, кто у нас с огромной разницей в возрасте. Возможно, некоторые имена вас действительно удивят. Но в любом случае, видео вам точно понравится. Так что усаживайтесь поудобнее, наливайте чек-кофеек и погнали! Как вы считаете, имеет ли значение, кто в паре старше, муж или жена? Есть ли такая разница в возрасте, которая мешает мужчине и женщине жить в душу, иметь общие интересы? Сегодня я вам расскажу про разницу в возрасте королевских парочек. У кого-то она минимальная, у кого просто капец какая огромная, и в каких парах женщины старше мужчин, и, главное, для кого вся эта тема стала критической проблемой в отношениях? И давайте сегодня так. Я постараюсь найти королевские парочки на каждую цифру, а вы мне потом в комментариях напишите, с кем из королевских пар у вас совпала разница в возрасте с вашей половинкой. По классике, как у нас бывает. Девчонки созревают раньше, и пока одноклассники страдают там какой-то ерундой, фишки играют на переменке. Мы, девчонки, заглядываемся на старшеклассниках, и как только ты узнаешь, что у него урок там в каком-то конкретном кабинете, то стараешься как бы ненароком пройти мимо. В принципе, в большинстве королевских пар мужчины старше женщин лет так на пять. Это, скажем так, королевская классика. Как раз пять лет разницы было у Елизаветы с Филиппом. Когда они познакомились в 1934 году на свадьбе Джорджа и Марии Кенских, Елизавете было восемь лет, а Филиппу, соответственно, тринадцать. Но, как вы понимаете, учитывая семейные связи, в течение последующих лет они очень часто пересекались. Лизончик без памяти влюбилась в красавчика Филиппа, ну и к объявлению о помовке им было уже 21 и 26, соответственно. Частая история, что мужчины умирают раньше, и случай Елизаветы и Филиппа не стал, конечно, исключением, но герцог Эдинбургский провел со своей супругой куда больше лет вместе, чем любой другой королевский муж, дожив практически до 100 лет. И после его ухода, как вы знаете, Елизавета прожила совсем-совсем недолго, чуть больше года. Такая же разница в возрасте пять лет была и у родителей Елизаветы, Георга VI и королевы матери. Также в этом списке Беатрис и Эду, еще Карл Филипп и София, это Швеция, и Йохима его первая, жена Александра, это Дания. Далее две парочки с одинаковой разницей в возрасте и чередой просто удивительных совпадений. Это испанские Филиппа с Летисией и датские Фредерик и Мэри. В обеих парах разница четыре года, мужчины старше. Филиппа и Фредерик оба родились в 68-м году, Летисия и Мэри в 72-м. В октябре 2003-го о помолвке объявили Фред и Мэри, следом за ним абсолютно неожиданно в ноябре того же года Летисия и Филиппа. Кстати, что касается испанских роялс, мы обязательно обсудим нынешнюю ситуацию, то, что произошло в Валенсии, обсудим в пятницу. Хоть у нас и не другие королевские семьи, но об этом молчать нельзя. Так что подписывайтесь на канал, следите за обновлениями, и в пятницу будем обсуждать Филиппа, Летисию, куски грязи, слезы Летисии и вообще весь тот ужас, который происходит в Валенсии. Далее обратно к нашей теме. В 2004 году с 14 мая поженились Фредерик и Мэри. И уже 22 мая Филиппа и Летисия. Вот же тусовочная неделя выдалась в королевских рядах. С вечеринки на вечеринку только и бегали, наверное. Но дальше больше. Мэри родила первенца 15 октября 2005 года. Летисия через две недели, 31 октября 2005 года. И второго ребенка также друг за дружкой. Мэри 21 апреля 2007, а Летисия уже 29 апреля 2007. Называется списывай, только не точь-в-точь. Вот эти вот сговоры с подружкой, давай с тобой родим в одно время, Летисия и Мэри вывели просто на какой-то другой новый уровень. Если Летисия в 11 году вслед за Мэри родила двойню, я бы тоже, если честно, не удивилась. Но в одном испанцы точно обогнали датскую пару, став королем и королевой на 10 лет раньше. А Летисия, кстати, до свадьбы с Филиппо успела выйти замуж за учителей своей школы, ну и развестись с ним, соответственно. Если не знаете эту историю, обязательно посмотрите мое видео про разводы. Но в любом случае, кто бы в паре старше ни был, и один, и другой обязаны просто следить за своим здоровьем. Это обязанность любого человека, который хочет оставаться здоровым, красивым и, собственно, счастливым. А для того, чтобы делать это легко и с удовольствием, у вас есть потрясающий партнер Фитстарс. Не перестаю говорить, что если бы Фитстарс не существовало, его бы стоило придумать. Потому что здесь есть абсолютно все. Силовые тренировки на любую группу мышц, разминки, заминки, пилата, станцевальный фитнес, даже мужской фитнес, детский фитнес. В общем, найдется абсолютно все. Я, кстати, нет-нет, но потихоньку пытаюсь приобщить тоже Матвея к спорту. Ему очень нравится. Там действительно детские тренировки, которые вовлекают ребенка. Сделаны, ну, искренне, профессионалами. Мне очень нравятся их МФР-тренировки, советы по питанию. В общем, действительно, есть все для здорового образа жизни. Так еще в ноябре Фитстарс исполняется 5 лет, в честь чего они делают подарки именно нам с вами. Если вы оформите подписку «Доступ навсегда», это самая лучшая подписка, которую только можно придумать. Вы получите лимитированный набор фитнес-инвентаря, сможете посадить деревья в саду Фитстарс. И получите сертификаты до 5000 рублей за выполненные тренировки. Вы тренируетесь и получаете подарки. Эти сертификаты можно потратить в восхитительном магазине Фитстарс.шоп. Чего там только нет в самых потрясающих девчачьих зефирных цветах. Мне очень нравится цвет Тиффани, утяжелители, гантельки, просто спортивное роскошество. Так что тренируйтесь, получайте сертификаты и тратьте их на что вашей душе угодно. Но торопитесь, Black Friday не безграничны. Всего 5000 сертификатов. Так еще бонусом Фитстарс абсолютно на все тарифы добавляет дополнительную скидку. Плюс 5%. По моему промокоду Blush Supreme скидка самая высокая. Вы можете приобрести тариф доступ навсегда со скидкой 75% и радоваться жизни. Переходите по ссылке в описании, выбирайте доступ навсегда, занимайтесь с Фитстарс, вкладывайте себя. Получайте удовольствие опять же от этой жизни и наслаждайтесь тем, как меняется ваша фигура. Кстати, перед новогодними праздниками это самое оно. Ну, а мы едем дальше. Другие парочки с разницей 4 года, где мужчин... Опять я вот так делаю. Нет, у меня все в порядке, меня никто не бьет. 4... я просто... почему-то всегда так делаю. 4 года, где мужчины старше. Это принцесса Евгеша со своим просто Джеком. Джорджа и Марина Кенски. Принц Даниэль и кронпринцесса Виктория. Это Швеция. И король Вильям Александр. И королева Максима. Это Нидерланды. Разница 3 года. Зара и Майк Тиндал. Принц и принцесса Майкл Кенски. Король Карл Густав и королева Сильвия. Это Швеция. Японский император и императрица. Наследная парочка Люксембурга Гийома Стефания. Сестра Гийома Александра и Юниколя. Ну и еще одна парочка молодоженов теперь уже. Красавец Матин и его Аниша Росна из Брунея. Мне вот почему-то раньше казалось, что Майкл Кенская старше мужа. Возможно, это из-за того, что за ее плечами уже был брак. Не знаю. Но нет. В этой паре муж старше жены. Конечно, какой мужчина этот наш русский Майкл Кенский. Ох. Кстати, бегите в мой телеграмм. Обязательно. Потому что сейчас там проходит голосование в несколько этапов. За самого горячего роял-мужчину всех времен. Составляем свой топ-30. Потому что этот Харперс Базар, который поставил Гарри на 20 позиций выше Кавелла. Но это никуда не годится. Ничего они в этой жизни не понимают. В люксембургской парочке Александра и Николя возраст многих интересовал. Из-за цвета волос жениха. Николя в своей 30 седой. Но старше жены он совсем не намного. Ну и Гийом со Стефанией, которым сейчас 43-40, соответственно, постоянно собирают комментарии на тему того, что они как-то ужасно старо выглядят. И для своих двоих детей походят больше на бабку с дедом, чем на папу с мамой. Если честно, за них мне искренне обидно. Потому что раньше они были достаточно стройные. И возможно, это только моя догадка, вот такой набор веса связан с лечением. Если это так, то насмешки вдвойне неуместны. Да и вообще, в принципе, насмешки над весом абсолютно неуместны. Пара счастлива. От них очень приятный, добродушный вайб. У них полная семья. Дай бог им счастья и долгих лет вместе. Далее у нас совсем уж маленькая разница в возрасте, где мужчина старше. Два года. Георг Пятый и Мария Текская. Это дедушка и бабушка Елизаветы. Герцог и герцогиня Глостерский. Принцесса Анна, ее первый муж Марк Филлипс. И орданская принцесса Иман с ее венесуэльцем Джамилем. Примерно один год разницы. Анри и Мария Тереза. Это Люксембург. Вот, кстати, Георгу почти 70, но выглядит он просто огонь. Также лорд Фредерик Виндзор. Это сын Майкла Кенских. Чуть старше своей жены Софии Уилкилмэн. И сын Анны, Питер Филлипс, на год старше своей бывшей жены Оттон. Все ждем будущую жену. Очень хотелось бы. И далее уж совсем ерунда. Сэр Энтони Арнстронг Джонс был старше принцессы Маргарет на каких-то полгода. Примерно такая же разница в возрасте у норвежских короля с королевой Харальдой Сони. И буквально на месяц их сын Кронпринц Хокон старше своей жены Мэтта Марет. Вот кто из вас попал в ту самую королевскую классику, где мужчина старше женщины в диапазоне до 5 лет? Прямо сейчас напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Ну а мы идем дальше. Разница в 6 лет, где муж старше жены. Это принц Хенрик Датский и королева Маргретте. И какая там интересная и непростая история. У этой парочки были проблемы, но связаны они были не с возрастом и не с образованием Маргреты, где только не успела поучиться. А конкретно с неумением приспосабливаться. Даня оказалась совершенно не готова, что у нее на престоле может быть королева. Это еще, кстати, полбеды, но что делать с мужем королевы? Какой у него круг обязанностей? Какой титул? Ну это вообще как бы база, но понять они никак не могли. И вот уже в тот момент начались проблемы с коммуникацией именно в семье. Подробнейше про Хенрика от великой любви до отказа быть похороненным рядом с женой, все его истерики и выходки, я рассказывала в видео про мужей королев. А знаете, у кого еще была разница в 6 лет? Оказывается, у князя Ринье и его красавицы жены Грейс Келли. Я вот думала, кстати, что гораздо больше. Но она просто превосходно выглядела и в молодости, и под конец своей жизни. Вообще никаких претензий. К ней с Ринье у меня, конечно, вызывают смешанные чувства. Точнее, не особо приятные чувства он у меня вызывает. Но кто я такая, чтобы судить? Разница 7 лет. Принц Йохим, датский, младший сын Марго и Хенрика, и его вторая жена Мари. Классическая история, когда мужчина после развода женится на девушке не просто младше себя, но еще и младше своей первой жены. Правда, здесь ситуация не такая критическая. Ненамного-то она ее и была младше. И далее кого-то удивлю, шейха Моза младше своего супруга на 7 лет. Про Мозу и ее пластику совсем недавно говорили в видео, и там, конечно, у нас два лагеря. Кто-то за, кто-то против, кто-то считает ее мумией, кто-то красоткой, кто-то восхищается, кто-то тьфу, как так можно? Если вы не понимаете, о чем я говорю, то обязательно посмотрите мое видео. Оно невероятно интересное. Нам с женской точки зрения, особенно с женщинами за 30, очень всегда интересна эта тема, обязательно посмотрите. У шейха вообще три жены. Моза – это вторая супруга, но дата рождения известна только у нее. Все еще очень, конечно, интересно увидеть Мозу в молодости, но, увы, фото раньше нулевых я никак-никак не найду. Если вы вдруг откопаете, то welcome, пожалуйста, в мой телеграм-бот, присылайте, мы обязательно опубликуем. Ну где Моза, там недалеко и другая яркая звезда Востока – это королева Ранья. Тоже кого-то удивлю, но она младше Абдаллы на 8 лет. Не так уж и много, и мне кажется, пара смотрится очень гармонично. Самое главное, что в них импонирует – 100% уверенность Абдаллы в себе. Он не комплексует ни из-за того факта, что Ранья выше него, и она всегда при этом на каблуках, за редким исключением. И не комплексует он из-за того, что в медиапространстве публика интересуется королевой больше, конечно, а Ранья очень умна. Ей смело можно открывать курс, как быть идеальной королевой консорт, как блистать, но не затмевать. Ранья для меня, правда, образец идеального консорта. Я об этом подробнейше рассказывала в видео про первых леди. Далее у шведской Мадлен, ее мужа Кристофера, тоже разница в 8 лет, и тут я, в принципе, даже не заподозрила. Дальше такая разница, которую кто-то опишет словом «многовато». Это парочка из Бутана – король Джигми и королева Джитсун. Тоже я вот на них смотрю и даже об этом не думаю. Они и внешне будто одного возраста, и по внутреннему ощущению. Вот так, если со стороны глядеть, абсолютно нашли друг друга. И вспоминается, конечно, милейшая история, когда Джитсун, будучи маленькой девочкой, заприметила принца, подбежала к нему, обняла и сказала, что станет его женой. Он ей понравился, а он взял, да и дождался девочку. Конечно, надо учесть тот факт, что семья Джитсун была очень близка к королевской, они там и дружили, и общались, так что это не с бухты-барахты, но все-таки история красивая. И семья с Джигми у них, конечно, чудесная – два сына и дочка. И на момент свадьбы Джитсун, кстати, был 21 год, так что король дождался не только совершеннолетия девушки, но и пока она окончит университет. Я уверена, что Джитсуна сама далеко не дурочка и понимала, какой у нее в руках шанс. Молодец, девчуля, в свои 6 лет застолбила будущего короля, он еще и порядочным человеком оказался. Погнали на повышение 12 лет разницы. Экс-королева Нидерландов Беатрикс была на 12 лет младше своего мужа, принца Клауса. Он происходил из семьи немецких аристократов, пара эта была просто идеальная во всем. Жили они душа в душу, Клаус не изменял. Это, конечно, ожидается, скажете вы, но вот в Нидерландах предыдущие принцы-консорты догуливались до внебрачных детей. А этот, ну, посмотрите, примерный оказался. И в плане поддержки жены и исполнения королевских обязанностей Клаус справлялся, конечно, на ура. Подробно про него было в видео, опять же, про мужей. Но, к сожалению, его уже давно нет в живых, он умер в 2002 году в возрасте 76 лет от рака. У мужчин, в принципе, продолжительность жизни ниже. Но, когда накладывается разница в возрасте, риск рано остаться вдовой тоже, как вы понимаете, повышается. И точно такая же разница в возрасте была у Чарльза и Дианы, 12 лет. Опять же, те же 12 лет, но какие разные истории. Вот яркая иллюстрация того, что разница не в годах, а в характерах. Вот очень удачно сказали в Короне, что Диана была младше своих лет, а Чарльз старше. И поэтому и без того существующая разница в возрасте превращалась, ну, фактически в пропасть. И, несмотря на аристократическое происхождение, по сути, это люди с разных планет. Да, поначалу они пытались, Чарльз даже прервал свою связь с Камиллой и Уильям. У них вроде как получился по любви, а не из разряда «я сам не понял, как так в случае с Гарри». Но этого было, конечно, недостаточно. Если нет общих стремлений, интересов, понимания жизни, да вообще все равно, 12 лет разницы или один год, эти люди будут страдать в отношениях. А в случае с Чарльзом и Дианой еще один основополагающий момент. Это разное понимание, как нужно вести королевскую работу, как общаться с подданными, каковы вообще рамки допустимого королевского поведения. У Дианы они были расширены, и тот же пресловутый негласный протокол она очень любила нарушать, вы все знаете. Накинем сюда страсть Дианы быть в центре всеобщего внимания, и просто кошмарно уязвленное эго Чарльза. У них просто не было шансов. И я уверена на 100%, не будь в этой истории Камиллы, их брак все равно был бы обречен. Но была бы у Чарльза другая любовница, или вообще он бы в загул ушел. Диана была матерью его детей, но не была его родственной душой. Или хотя бы партнером, вот как рабочим партнером в исполнении королевских обязанностей. Вот что очень сильно важно. Ладно, про эту историю любви-нелюбви можно говорить бесконечно. Вы сами знаете, виноваты здесь трое. И отдельно я хотела бы сегодня подчеркнуть вину Чарльза. Потому что как у нас принято? Виновата карга-разлучница Камила. Или истеричка-дурочка Диана. А Чарльз как будто бы просто мимо пробегал. Нет, такого не бывает. Далее идем на еще большее повышение. 13 лет. И тут я, если честно, очень удивилась. Король и королева Бельгии. Филипп и Матильда. Как это так вообще получилось? Я была уверена, что Филипп старше лет на 5-7. Но 13? Опять же, настолько они смотрятся, ощущаются со стороны как единое целое, что не подкопаться. Еще одно открытие принцессы Лала Сальмы из Марокко. И ее бывший муж, хотя не подтверждают официально, но мы предполагаем, что бывший. Король Мохаммед. Их разница в возрасте 15 лет. Может, я просто мало на них вместе смотрела. А потом Сальма вообще исчезла, так что я и не сопоставила. Напомню, что Сальму совсем недавно засекли в аэропорту с детьми, так что у нее все хорошо. Жива, здорова, хотя ходили слухи, что нет. Нет, все нормально. А теперь тяжелая артиллерия. 20 лет. Монако. Альбер и Шарлен. Ой-ой-ой. Начну с того факта, что я вообще в шоке, что Альберу 66. Думаю, если бы не Лысина, а Лысеть он начал, ой, как рано, он бы еще младше выглядел. В Болдесте он, кстати, очень хорош даже был. Вы сами посмотрите. Но когда он выглядел вот так, Шарлен еще пешком под стол ходила. Я лично тут никогда никакой любви не видела. Чарльз с Дианой, у них хотя бы какие-то милые фотки есть, хотя бы по первости. В том числе с приватного отдыха, где они просто светятся от счастья. А тут что-то совсем непонятное. Да, есть кадры, где Шарлен и Альбер хорошо вместе проводят время. И я думаю, на этом они, в принципе, и сошлись. Тусовки, веселое времяпрепровождение. Плюс спорт, кстати, это важно. Они же так и познакомились на спортивных мероприятиях. Замуж? Ну, давай замуж. Ну, стану княгиней. Прикольно. Ну, примерно так я себе это и представляю. Но Шарлен не особо удачно тянет эту лямку брака по дружбе и расчету. Мне кажется, она вот только-только обрела себя, наладила хоть какой-то контакт с детьми, наконец, наслаждается королевскими обязанностями. Но когда они пытаются что-то там целоваться, хочется сказать, блин, ребят, ну, кого вы обманываете? Даже смотреть не очень приятно. Ненависти я не вижу, но и любви тоже особо нет. Только дружба и более-менее налаживаемое партнерство. Если это только мои субъективные ощущения, если кто-то там видит любовь на века, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что именно вас наталкивает на эту мысль. Мне будет очень интересно. Альбер хоть технически и годится Шарлен в отцы, он все-таки отца Шарлен старше на 10 лет. А вот Китти Спенсер, леди Китти Спенсер, племянница Дианы, всегда любила мужчин постарше. Один ее долгоиграющий мужчина Никола был старше ее на 20 лет, а муж Майкл Льюис на 32 года. Итого муж Китти старше ее папы, графа Спенсера, на 5 лет. Нехило так. Это, конечно, не королевская пара Китти, хоть и аристократка, но девушка не публичная и ощущение, что им так комфортно. Да, кто-то паухает-пахает, как это так, за деда замуж вышла, но в принципе Майкл в карьере поддерживает. Если вдруг что, финансово поможет. Китти, в принципе, и сама девочка не бедная, востребованная модель и лицо мировых брендов. Так еще и дочка у них есть. Со стороны Китти, в принципе, здесь одни плюсы. У леди Амелии, кстати, муж Грег Малец старше ее на 3 года всего лишь, так что в этом плане только Китти сделала такой необычный выбор. Стоят ли за этим выбором психологические проблемы, знает одна лишь Китти и ее психолог. Думаете, на этом заканчивается наш топ? Да как бы не так. Разница 34 года была у родителей самого богатого холостяка королевского немецкого князя Альберта Турнитаксис. На момент свадьбы его отцу было 53 года, а матери 19 лет. Он еще и относительно рано умер, 64 года, тем самым сделав своего 8-летнего сына самым юным миллиардером планеты. Альберту сейчас 41 год, все еще не женат, лысенький, правда, но ничего. Девчонки, присмотритесь. И вот вам еще одно открытие. Не свергнутый, а действующий король Эсватиним Свати III в этом году, как оказалось, женился, побив собственный рекорд. Королю 56 лет, а невесте 21 год. В принципе, такими темпами следующая жена будет из категории дедушка и внучка. Новую жену зовут Намкеба Зума. Кстати, Зума из щеночьего патруля. Девочка или мальчик? Я уверена, что это мальчик. Я даже гуглила, кто пишет девочка, но в основном пишут, что это мальчик. Ну, короче, у моего сына это мальчик. Намкеба Зума это не относится к щеночьему патрулю. Кто понял, тот как бы и понял. Она, кстати, еще к тому же дочь бывшего президента ЮАР. Добро пожаловать в семью. Жена номер 16. Я не шучу. У короля уже 16 жен. Она 16. Тут количество жен вообще не ограничивается. И во всем же надо искать плюсы, правильно? Ну, хотя бы эту супругу он не с улицы похитил, как жену номер 10. По последним подсчетам у него 39 детей и 13 внуков. В истории, конечно, были такие случаи. Прям слов не найти. А девушки хотели только наследников. А тот факт, что муж ей годился в отцы или даже в дедушки, я вас умоляю, никого не волновал. Самая большая разница у Ройлсов, которую я нашла, была у Карла Теодора, правителя Баварии, и его второй жены Марии. Ей было 18, а ему 70. 70, Карл. Точнее, Карл Теодор. Детей у него было много. Но вот незадача. Все внебрачные. А он очень хотел законных наследников. Но молодая женушка оказалась не такой покладистой, как рассчитывал дедушка. И не пустила своего супруга в постель. Вообще. Называется, просчитался. Но где? К его части он не стал принуждать девушку. Ну, может быть, сил уже в 70 не хватало. Девушка жила в свое удовольствие. Меняла любовников. Даже политикой занималась. Не скрывала своей нелюбви к мужу. Даже на публике. Ну и, по сути, просто ждала, когда он умрет. Считается, что она даже сказала фразу. Слава богу, он уже такой старый. Ждать было недолго. Он умер спустя 4 года. И Мария благополучно вышла замуж. И родила троих детей. Так, ладно, это все хорошо. Но погодите. Где у нас Кейт и Уильям? Эдинбургский. Сара и Эндрю. Меган и Гарри. А они у нас в другой категории. Где жены старше мужей? Иногда это, конечно, совсем ерунда. Раджева старше Хусейна всего на 2 месяца. А Сара Фергюсон старше Эндрю на 3. Кстати, у королевы Виктории такая разница была с принцем Альбертом. 3 месяца. Жена старше. Говорят, что Кейт старше Уильяма на год. Но если прям дотошно разбираться, то они оба родились в 1982 году. Просто Кейт январская, а Уильям июньский. Так что с учетом еще и дат, Кейт старше всего лишь на 5 месяцев. И знаменитая история о том, что Кейт пропустила год, чтобы учиться вместе с Уильямом. Это, конечно, правда. Это никак не связано с тем, что Кейт дожидалась Уильяма, пока он школу закончит, потому что он младше. Нет. Тут все просто. Оба должны были поступить в университет в 2000 году. Кейт даже уже получила место в Эдинбургском университете. Но Уильям решил взять год на попутешествовать и подумать. И Кейт такая, а я тоже. Нафиг этот ваш Эдинбургский университет? Ну и спасибо, Кейт, что ты так сделала. Где еще жена ненамного старше мужа? Чарльз и Камила. Да-да, вы знали, что Камила старше Чарльза? У них разница один год и примерно четыре месяца. И сколько бы ни говорили, что Камила это такая распутница Чарльза, соблазнила и развратила, такому как Чарльз этого было бы мало. Ни один будущий король, какой бы внешности он ни был, не испытывает проблем с женским вниманием. А вот эти того, кто искренне выслушает и поддержит, а я думаю, что Чарльз и сейчас может часами сидеть и нудеть о том, какие вокруг все дебилы, это, конечно, дорогого стоит. Они на одной волне абсолютно во всех вопросах. Чарльзу с ней комфортно, а Камила и не лезет поперек батьки в пекло. Я тут тоже уже столько раз говорила на эту тему, что повторяться не буду. Они идеально подходят друг другу. Любите вы их, не любите, но с этим спорить невозможно. И все тут. Еще три парочки, где жена старше мужа примерно на год. Это Эдвард и София Эдимбургские, для кого-то будет неожиданно. Луи Люксембургский Тесси Антони, свадьба по молодости и по залету закончилась все разводом, если помните. И Мартушка Луизушка, которая была старше своего первого мужа Арибена на год. А вот с шаманом, потомком Андромеды, разница уже побольше. И я не про то, что у него какая-то офигенная бессмертная душа. Мы тут разницу со времен фараонов Египта считать не будем. У них разница в три года. Она старше дурака, как вы понимаете, в принципе немного, если по-честному. Но ее эти три года все равно мудрее не делают. Ах да, вот же шаманское совпадение. Мэган старше Гарри тоже на три года. Я тут про конспирологические теории разговаривать не буду. О том, что Мэган на самом деле старуха, ей не 43, а, о божечки ты мой, 45. Я россказни хейтерских блогов Мэган о Мэган за факты не беру. Но в любом случае ощущается, что Мэган морально как-то более зрелая, чем Гарри. Тут не поспоришь. Дело тут опять же не в возрасте, а в характере. И бонусом непроработанных психологических проблем Гарри. Ну и напоследок принцесса Анна, старше своего нынешнего мужа, сэра Тимоти Лоренса, на 5 лет. Как-то я даже не задумывалась, но он вправду выглядит чуть младше. Паре эта разница явно не помеха. Ну а теперь ваш черед. Напишите, пожалуйста, про вашу разницу в возрасте с супругом. Или вы одногодки, может быть у вас огромная разница, 15-35, там может ему 70, вам 19. Кто знает, нам будет очень интересно почитать. Я по возможности отвечаю на самые интересные и залайканные комментарии. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо вам большое за то, что были сегодня со мной. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok